Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик и сегодня мы с вами готовимся к пасте. Я вам уже показывала рецепт кулича, сегодня покажу как сделать для него невероятно вкусную глазурь без сырых белков и всего за 2 минуты. Это экспресс рецепт, он безопасный и по вкусу он очень напоминает белый шоколад. Мы с вами берем сухое молоко, то самое, которое мы все знаем из детства и берем сахарную пудру. Теперь мы насыпаем все эти ингредиенты в миску, желательно все их просеять. Зачем? Потому что в сыпучих продуктах от времени, от влаги могут появиться комочки, поэтому все сыпучие продукты, тем более если вы видите там комочки, лучше обязательно просеивать. Просеяли, перемешали и теперь добавляем примерно 2-3 чайных ложки воды. Вода у нас должна быть комнатной температуры и чуть теплая, но не горячая ни в коем случае. Лучше всего воду добавлять постепенно, постоянно перемешивать нашу глазурь и смотреть на консистенцию. Она не должна получиться слишком жидкой, иначе она у вас в кулича просто стечет. Если она будет слишком густая, вы просто не сможете намазать, она будет как мастика. Поэтому добавляем воду постепенно и регулируем консистенцию. Все это хорошенько перемешиваем до однородного состояния. Это можно делать вилкой или лучшим венчиком. В общем, нам главное получить такую гладкую, однородную кашицу. Даже не кашицу, наверное, а глазурь. И теперь мы наносим эту глазурь на остывшие куличи или чуть-чуть теплые, не горячие ни в коем случае. Я, кстати, слышала, кто-то мне написал, что глазурь нужно наносить на теплые куличи, на горячие точнее, иначе она потом не застынет. Мне кажется, это наоборот не так, потому что с теплых куличей она начинает таять, стекать, и это всегда некрасиво. А когда куличи у нас уже остыли, а не комнатной температуры, глазурь на них ложится просто прекрасно. Нанесли глазурь. Можно сделать красивые подтеки. И оставляем, не трогаем, она должна застыть. Вообще, она, в принципе, застывает быстро, но лучше не трогать куличики хотя бы час. У нас получается очень вкусная глазурь без сырых белков, без каких-то заморочек, всего из трех ингредиентов и за две минуты. Я уверена, что эта глазурь вам очень понравится, и ее, кстати, можно использовать не только для куличей, но и для каких-то капкейков или, например, для тортиков. Я буду ждать ваши отзывы в комментариях. Обязательно поделитесь, что у вас получилось, понравился ли вам рецепт. Я уверена, что вам понравится, как же иначе. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Пока!